19 тысяч в казне и настала очередь осад. Аргон падет. Вот только вопрос, придут ли на помощь мои союзники в этой войне или от их помощи в кавычках можно будет отказаться, потому что в ней сейчас их помощь очень не кстати. Это вы представляете какая будет нагрузка? Дополнительный стэк как минимум. Управлять армией союзников. Ну давайте поуправляем. 1300 на 1200 и плюс 19. Ну что ж, Лурц, настало твое время погибнуть. Соотношение сил 4 к 1. Так, самому поуправлять что ли? Ну давайте поуправляем. Таким образом они придут на помощь только если я потеряю своих воинов и не будут загружать мне оперативную память. Я искренне на это надеюсь. Хотя прикольно было бы увидеть и эльфов на поле боя. Во всяком случае, что бы они делали? Параллельно со мной. Так что может быть зазря я отказался от их помощи. Развертывание войск. Да, как мне и предрекали, тут два уровня стен. Тем интереснее будет осада. Посмотрим, какой из уровней будут защищать орки. Башни пойдут первыми, так как протащить их дальше возможности не будет. И таран. Моя элита будет готова, если что, вступить в бой. А ребята с лестницами. Вот только лестницы я, наверное, доручу исключительно пехоте. Лук, если что, будут прикрывать мои осадные башенки. Все, начинаем битву. Что ж, орки выступили в качестве защиты. Эльфы неужели отстаиваются все? Ждут. А, подождите, я понял, какую ошибку допустил. А может даже и хорошо. Я таки смогу посмотреть, как будут действовать союзники. Так как сейчас я фактически позволил им работать на поле боя. Лучники у рук хай. А прикрывают их арбалетчики. Серьезные парни. Ну и выделим на каждый участок стены по два отряда элиты. Вот эзенгардам, конечно, защищаться самое то. У них все войска фактически способны к этому. Заметьте, как они разместили своих воинов. Сначала будут застрельщики, которые попробуют закидать моих парней. А затем в спину им будут прикрывать арбалетчики. Которые, кроме того, еще неплохо действуют в ближнем бою. Но, тем не менее, 5% врагов я успел убить. Своими лучниками. А кто тут? Охотники за головами. Мои союзники начали шевелиться. Приятно это видеть. Так, чуть-чуть поправлю ноутбук, чтобы не было фонового шума. От вентилятора. С подставочки. Ну и что, ребят? На стену. Ой, как хорошо встали. Вот сюда будут лучники попадать. Это самое оно. Я бы даже все атаки направил в эту сторону. Потому что такое столпотворение это просто подарок. Так, что происходит с вражескими варгами? Они даже не дойдут. Эльфийские лучники. Кстати, давайте посмотрим на эту кавалерию. Кавалерия средней руки. Но выглядят очень даже неплохо. Эльфийские красавцы. Ушастики. И вы заметите, сколько кавалерий. Сколько у этих ребят кавалерий. Вот такие вот армии ожидают меня в моем прохождении за Изенгард. Линдонские копьеносцы. Тоже красивые. А пока вернемся к стенам. Потому что у меня тут колоссальное сражение. Чуть не пропустил. Что ж, посылаем в открытые врата нашу элитную пехоту. Раз они вышли сами к нам, почему бы этим не воспользоваться. 20 на 3%. И давайте попробуем пройти сквозь вражеские ряды. Мечники. Ударим врага, что ли, в спину. Арбалетчиков. Они подтянули копеи щеков. Можем окатить их стрелами. Хотя сюда тоже не помешает. Пару-тройку стрел. И лестницы. Лестницы, лестницы, лестницы. Лестницы нам понадобятся для второго раунда. Хотя можно зайти и ударить эту толпень в спину. 4.31. Но не забываем, что преимущество на нашей стороне объясняется тем, что пока что действуют наши лучники. Которые усиливают получаемый нами результат. Эльфы отстаиваются. Ждут, видимо, когда... Так, погиб вражеский полководец. Это речь идет о варгах. Ждут, видимо, когда мы уничтожим всех врагов. Хотя есть такой шанс не дать врагу сбежать вообще. Для этого нужно подвести поближе Арагорна, чтобы он ловил всех бегущих. И тогда вряд ли врагам удастся воспользоваться. Удастся воспользоваться первой линией защиты. Тут даже фонтанчик есть. Который, кстати, работает. В спину, в спину. Вражинской душе. Такие они послали против нас копейщиков. А мы пройдем сквозь вражеский строй. У нас тут изрядное столпотворение. И куда вы? Я вас направляю туда, а вы обратно идете. Давайте столкнем наших телохранителей лбами. Посмотрим, каков будет результат. Кто у нас еще? Тут у нас еще, по крайней мере, один отряд есть, который бездействует. И главное, никому не давать покидать пределы. Пределы этих стен. Арагорна заводим внутрь. Не выпустить вот это столпотворение вражеское. И тогда мы сможем победить до того, как враги успеют скрыться за второй линией обороны. Пройдем сквозь ряды. Арагорн может успешно обойти врага, кстати, и ударить в спину. Еще и с разбега. Используя натиск. Так, наши элитные воины теряют часть своего состава. Лучники никто не давал приказ прекращать стрельбу. Хотя 67% врага мы уже истребили. Но это далеко не конечный результат нашей войны. Мы способны на большее. Что такое? Почему стоим? Заходим, не стесняемся. Ждем Арагорна. И все внимание приковано к нему. Выставим его на позицию и потом ударим телохранителем Урукхай в спину. А пока идет знатное месиво. Они знатно избивают друг друга. Но нашим в спину бьют еще и стрелы. Стрелы, которые пускают башни. Башни пока что находятся на стороне противника. Это наши пики. И этот участок стены, по-моему, мы от врагов зачистили. Можно только еще копейщиком ударить в спину. Давайте еще. Еще, ребят, подтянем. А вы спускайтесь. На позиции. И добиваем остатки Урукхай. Смотрим, не бегут ли еще со стен вражеские солдаты. Потому что такое желание у них может появиться. Вау, у них даже есть беглецы. Арбалетчики Урукхай. Ничего, мы с ними поработаем. Телохранителей 6 человек осталось. Если вы будете сражаться лицом кавалерии, то вас в спину ударят мои мечники. Трое. И скоро Илурц падет. Ждем его голову. Вся бойня происходит в центре. Вот он сражается. И падает. Есть. Мы обезглавили армию противника. Теперь осталось добить их жалкие остатки. А где они? Куда они отправились? Ох, они возвращаются назад. Смельчаки. Сражаются до последнего. Стоит отдать честь. 12% против 90. Где еще 10% противников? Пора провести чистку. А, вот это масса. Масса бегущих. Копейщики гоблинов, которые еще не бегут, несмотря на то, что потрясены. А эльфов мы так и не увидели. Хотя эльфы стройными рядами пытаются проникнуть в крепость. Но, увы и ах. Завершаем битву. Наши союзники поучаствовали в ней постольку, поскольку потеряли 13 своих воинов. Каким путем? Где и как умудрились? Непонятно. Убили 19 врагов. И мы захватили один из фортпостов, которые охраняли побережье реки Гватла. Это хорошая добыча для нашей империи. Чем больше у нас будет замков, тем более на крайнем севере, тем больше элиты мы сможем как можно быстрее мобилизовать в случае беспорядка в том регионе. А так у нас там только города, в общем-то. Лишили одного из именитых полководцев, Изенгард. Занять или уничтожить жителей? Конечно, занять. Жители в крепостях это большая редкость и большая ценность. Кстати, можем построить порт. Или дороги. Строительство, строительство, строительство. Библиотеку для начала. Тут прислужники Мелькора, северяне, гномы, эльфы. Все кто угодно есть. А что? Мастерская броника. Население 10 тысяч. Неплохо Изенгард развился до 102 хода. Мне бы в Изенгардской компании приблизительно такой же результат. Только флажок не по центру идет. Поселение где-то сбоку немножко смущает. Ветеран плюс один к личной безопасности. Это Арагорну. И улучшает возможности обнаружения и помехи попытки убийства. Плюс один командование при командовании пехотой. Блокада порта отменяется. Цель Арго... Ой, у нас разве была такая цель? Что-то я не помню. Мастерская баллист, стрельбище, казармы, плавильная печь. Ну, денег нам уже не нужно. Загон варгов. Разведчики Гондарская кавалерия. Пригодится. И у нас есть выбор. Либо идти дальше. Отнимать поселение у Изенгарда. Либо возвращаться на помощь Гендальфу. Хотя, мне кажется, обе армии здесь неплохо справятся. Тем более, Гендальф получит подкрепление из Геннаарда. И ему этих сил хватит, чтобы разобраться. А нам отправлять Арагорна. Либо в сторону орков Мглистых гор. На помощь им Рахилю. Либо к могильникам. И отвоевывать это поселение. Но я думаю, мы разберемся тогда, когда наши шпионы прибудут на место. А сейчас, пока мы можем просто объединить армии. У нас один свободный слот есть. И оставить отдыхать на какое-то время армию Арагорна в крепости. И не забываем, нас ждет еще одна увлекательная осада. Осада последнего поселения Руна Маторам. При этом руководить в последний раз в этой кампании, этой осадой, будет Денетор. Потом мы его отправим на пенсию. Но перед этим я, наверное, передам. С тех пор, как Королевская династия оборвалась, наместник правит землями Гондора. Я так понимаю, трейд наместник нужно передать. И давайте посмотрим, кстати, кто у нас по линии выходит правителем. Правитель Денетор Могучий, наместник, наследник, лорд Фарамир. А наследничество можно передать, к примеру... К примеру, к примеру, а где у нас... Даже Гэндальф есть. Он еще и женат. А где у нас... Вот у нас... Арагорн. Передать бы наместника ему. Но этот Денетору придется отправиться в длинный путь. Наверное, так мы и сделаем. А пока что... Осадим и захватим Маторам. Поставим Жирный Крест на руне. 663 воина будут защищать это поселение. В том числе Катафрактарии. Щитоносец. Минус 1 мораль для всех отрядов на поле битвы. Плюс 2 хитпоинта вашему полководцу. Щит Северянина. Плюс 2 к здоровью. Сторожевая Собака. Плюс 2 к личной безопасности. Биограф. Плюс 1 авторитет. Оружейник. На 10% обесценивает затраты на тренировку воинов. И Архитектор. Минус 2 от нищеты. Вот это очень знатный трейд. Сам по себе. Итак, что же мы решим? Осадим или... Давайте окажем честь нашему противнику. И пусть нашей второй армией управляет искусственный интеллект. Мы тоже дочери великих людей. У нас есть своя воля и своя доблесть. Слова нуменорской королевы Эрэндис. Своей дочери. Своей дочери. Племена Вастаков каким-то образом достигли невероятного богатства у себя на юге. И это при том, что у них их постоянно угнетал черный властелин. Развертывание войск. И, как обычно, башенки, лестницы. Только у нас лучников. Вы знаете, мы можем провести просто уничтожение врага с помощью стрел. Невероятное количество, если мы еще не будем разводить их в стороны, размыкать строй. То у нас 5-8 отрядов лучников. 8 отрядов лучников, которые способны... 9. Все время забываю про фармера. В общем-то. И пусть он ими руководит. Так, и кто же возьмет наши лестницы? Мечники. Тут все правильно. Петенеры. А это что? Пехота. Часть из которой... Будет, 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 будет отвечать за стены. Каждый за свой участок. Так. Вас, вас. Вот так вот назначим. И начинаем битву. Начинаем сражение. Лучники открывают огонь. Заряжают стрелы и выпускают залп. Первый залп. Есть и прямые стрелы, есть и навесные. Но те, которые, наверное, стоят в первых рядах, те стреляют прямыми стрелами. Это признак того, что лучше выставлять линии воинов как можно шире, чтобы было как можно меньше навесных. Кои оказывают куда меньше эффекта, чем прямые стрелы. Так, ну что. У врага проблемы должны быть с желающими стоять под таким ливнем стрел. И уже есть первые трупы. Причем, заметьте, как активно атакуют мечников кланов. В результате 4% сходу. Но у врага только 600 воинов. То есть, организовать такую... Зубы дракона есть даже. Но и те тоже падают. Организовать стойкую оборону на стенах у них не получится. Наших воинов атакуют только башни. Лучники очень аккуратно отправляют стрелы либо дальше за стены, либо прямо во врага. Но не в спины нашим воинам. 6%. Плюс наши уже взобрались. Взобрались на стены. И можно отправлять им подмогу. Даже есть участки стены, которые никем не контролируются. Если у врага больше нет пехоты на улицах, нет пехоты на площадях, то на эти участки мы можем отправлять наших лучников. К примеру, и тиленских рейнджеров. Они как раз находятся близко возле этого участка и будут очень хорошо атаковать вражескую кавалерию. Идем на врага. Ополчение стерлингов. А вот тут, конечно, знатная битвочка образовалась. И у нас есть, по-моему, один незадействованный отряд. Давайте их отправим сюда. Выставили враги своих катафрактариев и обходят позиции своими воинами голос дракона. Здесь мы подавили сопротивление. Кажется, мы даже захватили основные башни врага. Но пока враг будет на стенах присутствовать, даже в состоянии бегства, эти башни будут нас обстреливать. Так, ну что? Сейчас будет схватка. Ребята, не стойте на месте. Это наша пехота Гондора. И вот уже первая жертва со стороны Руна. Как быстро проникают. 38 на 45. Все-таки наша элита превосходит по своим боевым качествам. Арунских воинов. Рейнджеры уже начали уничтожать. Да, кавалерия, естественно, забивается в угол. Подводим дальше лучников. Раз здесь мы очистили участок стены. Давайте подведем даже сюда, чтобы удобнее было обстреливать. И наших лучников поближе подведем. Не забываем про железный кулак Денетера. И стерлинги-охотники. Ну давайте посмотрим, что вы сможете противопоставить моим воинам, когда мы пройдемся сквозь вас, обнажив мечи. Активнее, активнее. Давайте тоже самое повторим. С зубами дракона. Пообломаем клыки. Вау, 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 вау. Как-то вы спешите. А вот отправить туда копейщиков и пикинеров будет самое то. Предварительно обстреляв, выставим, к примеру, стену щитов. Так, с этим участком стены мы тоже покончили. И врагов убито 62%. Почти вся пехота. Остались единицы, которые сопротивляются, и те сейчас умрут. Все. Стены очищены. Пикинеры успеют дойти. Я думаю, успеют. И отправляем на стены, соответственно, наших лучников. А все остальные пусть покидают стены. Вся остальная пехота. И атакует врага с земли. 6 на 21. Ой, на 71. Атаковать. Армия. Опять союзник отстаивается где-то в стороне. Но это потому, что я не отдавал ему никаких приказов. Уж больно хорошо мы справляемся и без его участия, чтобы что-то еще приказывать. Да и потерь у нас очень немного. Хотя, учитывая то, что гарнизон очень слаб, это нормальное количество потерь для них. И для нас. 13. Конная клановая стража. Вот это будет пострашнее. И разбегаются катафрактарии и берегут своих драконьих всадников. Так, пока все это происходит, можно Денетора послать в обход. Фаромера отправить на стены. Все стены усеяны трупами врагов. Посмотреть, какие еще из наших лучников не открыли пока в огонь по врагу. Враг отступил. Увидев наши ощеревшиеся копья Мериды, и мы продолжаем двигаться к площади. Плюс, можем отправить лучников внутрь крепости. Так, отправим Денетора сюда, пусть зайдет в спину. А кавалерии тут еще остается достаточно. Достаточно для мощного отпора. Давайте пикинеров отправим. Они все-таки лучше и сильнее справляются. С кавалерией врага. Хотя, копейщики тоже показали неплохой результат. При поддержке лучников, один отряд копейщиков стоил жизни почти двум отрядам кавалерии. Если я правильно все увидел. Так, толпень ринется на площадь. Нам бы обойти, но слишком, слишком велик риск того, что просто те, кто пойдут в обход, если они не кавалерия, не успеют к моменту основного пиршества, основного расстрела вражеских сил. Так, у нас уже одни лучники достают, вторые лучники, видим, достают. Денетор занял позицию. Нет, сначала все-таки пусть идут копейщики. Хотя бы, хотя бы сагрим их. Хотя, когда они получат первую смертоносную порцию стрел и начнут гибнуть всадники, безусловно, они начнут двигаться. Стоять, пики наизготовь. Конная клановая стража, я так понял, они эффективны против копейщиков тоже. Но вот с пикинерами им будет тяжело справиться. А тут их тем более ждет наша элитная пехота. Не можем мы пока что Денетором подойти, ударить спину, потому что катафрактарии это еще и так вот, опасно двигаются в этом направлении. И опасно посылать Денетора. Наша кавалерия приближается. Могли бы и помочь. 1337. Голос дракона держится уверенно, но наши копейщики знают свое дело. Плюс наши мечники подходят. А мечники будут рубить с плеча. Вау, 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 вау. Не заметил, как наши лучники связались. В бою с кавалерией и мы потеряли часть личного состава. 7 на 90. Вот теперь-то можно отправлять Денетора. Все равно кавалерия союзников уже проникла на территорию этого поселения. Я уже говорю нашего, потому что мы фактически его взяли. Мрут, как мухи. Ну и бьются отважно. Плюс, я так понимаю, сейчас больше по нашим попадает. Достается от луков, чем по врагам. Ну тогда стреляйте хотя бы... Хотя бы куда-то вдаль. Голос дракона. 14 всадников осталось. А варьяк вроде и не осталось вовсе. Так, это наш бравый руководитель одного из отрядов. Слишком смелый. Выдвинулся вперед. Ну, катафрактариев расстрелять из луков дело очень затратное. Потребуется много стрел и много времени. Ой, союзники и не спешат. Несмотря на то, что они проникли, они еще и прошествовали непонятно куда. Игнорируя все потребности наших огневых позиций основного места, где происходит сражение, они просто прошли мимо. Копейщики еще остались живы. Давайте пьем по катафрактариям и отправляем Денетера туда же. Вперед вырываются копейщики. И вот первые стрелы начинают накрывать катафрактариев. Теперь мы, наверное, этот град стрел прекратим. Он больше нашим будет вредить. И это будет борьба. Тут и мечники, и копейщики. 29. Ох, и Денетер тоже теряет своих. 22 на 27. Ой-ой-ой. Причем очень-очень хорошо теряет. Так что давайте его отведем. Пожалеем старичка. Хотя, я думаю, в Средиземье в таком возрасте воины были в самом соку. А вот и вражеский полководец. Вот его там можно и свалить. еще и с натиском. 22, 21, 20. Начали тоже активно погибать. При этом чувствуется, что наша кавалерия ударила в спину. наши не несут потерь. Вот они уже сравнялись в счете. Теперь начали нести потери и наши. 16 на 14, на 13, на 12. Давайте еще отойдем для натиска. 14 на 11. И рубят, рубят активно. 9% нарубили нам. Опять натиск. 12. Удар с натиском это как минимум 20 единиц урона. Вот пал еще один боец. Руна. Теперь 9, 8. И наши воины бьют в спину врагу. Завершители давайте продолжим. Мне интересно, кто в этом дуэле победит по количеству. 6 на 9. 5, 4. Да, я думаю, денетер. 4 на 8. Вроде уже остается трое. Трое на 8. Двое на 8. погиб вражеский полководец. Все. Враги полностью истреблены. Смерть последнего всадника знаменует кончину эпохи Вастаков. Точнее, с этих пор Вастаки будут под крылом Гондора. 221 на 663. Стражи цитадели даже потеряли одну лычку опыта из-за того, что союзники отвоевались. Красавцы! Вас ждет награда и повышение за такую войну. с этого. Редактор субтитров Ну и давайте посмотрим сколько же золота принесет нам эта сокровищница, эта казна. Занимаем или грабим? Деньги для нас уже не так важны, поэтому давайте занимаем. Давайте посмотрим сколько здесь 16 тысяч жителей, но уменьшение численности населения из-за бедности, нищеты мы этому никак не можем помешать. Что ж, тоже перераспределим силы и думаю армию уже можно спокойно отправлять дальше. Пусть полководцы посидят. И здесь, и здесь у нас кавалерия. Во всяком случае кавалерию можно... Ого! Мистрант нам приносит 10 тысяч 17 золотых. 5 тысяч, сходу 7 тысяч, 3 тысячи. Это ж какая казна у нас будет? 94 тысяч ожидает нас на следующий ход. Мистрант и Минос Аннар могут посоревноваться между собой в количестве дохода. Давайте для интереса посмотрим... Посмотрим... Отчего? 9 тысяч 786 торговля, 500 шахты, налоги 554 и урожай 204. То есть, как ни старайся, количество жителей 15 тысяч дает 554 налога. Но при этом торговля приносит убойное количество золота. Это заставляет задуматься насчет того, стоит ли такое бешеное количество населения выращивать. Будет ли это экстраэффективно, если налоги дают вот такой посредственный результат. 616, 7 тысяч. А что ж тогда? 194, 214. Постройки 1286. Ага, это банк и администратор 576 приносит. Понятно. То есть, Минос Аннар исключительно выигрывает за счет коммерции. Ну, то есть, построек и правильного управления. Так. Что ж, перед тем, как закончить эту серию, хочу сделать важное объявление. В моей группе ВКонтакте открыта стена. И вы можете оставлять там ваши предложения, интересные сообщения. Также скрины ваших компаний, которые вы проходите. Да и просто активно общаться. Жду вас. Ссылка на группу находится в шапке канала. И также прошло голосование по поводу того, стоит или нет играть в Рим 2. Мне и, естественно, большинство, как и ожидалось, проголосует за. Потому что все-таки Рим 2 это сейчас, я думаю, самая хорошо обозреваемая игра. На ютюбе. На ютюбе. Во всяком случае, среди тех, кто проходит стратегии. Мне так кажется. Что ж, мы покончили с рунам. Мы зажимаем Изенгард. И совсем скоро обратим свои взоры на орков Мглистых гор, которые успели потрепать нам настроение. Ну и наши корабли направляются в сторону орков Гундабада. А Мордор мы оставим на закусь. Спасибо за то, что остаетесь со мной. За то, что комментируете меня. Подписывайтесь, ребят. И до скорых встреч.